Быстро рассказываю. Значит, есть у нас в основном три вида сейчас тестирования на ковид. Первое это антитела, про которые я уже говорил, которые подтверждают только факт инфицирования или заболевания. Это, как мы говорим, анамнестическое исследование, то есть то, что было. Потому что антитела, они вырабатываются в течение минимум 2-3 недели. То есть если вы сегодня заболели, мы сегодня ничего не найдем, через неделю мы ничего не найдем. То есть это мы через месяц можем сделать это исследование, подтвердить, что месяц назад в этом были инфицированы. Дальше это быстрый тест. Ну, само название. Быстрый тест, это буквально 10-15 минут. Сейчас вот даже в торговых центрах везде это все есть. Они достаточно точные. Первые тест-системы, которые у нас были, они болели все-таки не совсем. еще поэтому есть такой стереотип, что они какие-то там плохие, неточные и так далее. Те, которые сейчас используются, они достаточно точные. Поэтому можно сказать, что там с вероятностью 99 процентов вы получите реальный результат. Но есть нюанс, что отрицательный результат это еще не гарантия, что вы не инфицированы и что у вас не будет болезнь. Как это? Ну вот так это. Потому что тоже не всегда может сработать какой-то система. И третья разновидность это ПЦР-тест. ПЦР это считается такой золотой стандарт диагностики, потому что мы определяем именно РНК вируса, то есть генетический материал вируса. Если этот вирус у вас есть, мы его должны найти. Если его нет, соответственно, мы его не находим. Но там тоже есть нюансы, потому что начиная от того, как вам взяли эту пробу, правильно, неправильно, оттуда, не оттуда и так далее, да. Вот. И заканчивая там некоторыми лабораторными моментами. Поэтому я к чему говорю, что какие-то ложно-позитивные, ложно-негативные результаты возможны всегда. При любом методе исследования тут гарантии абсолютно нет. Редактор субтитров А.Семкин